Какой срок грозит Бешимбаеву? Мнение юристов. Председатель Совета Ассоциации Палат Юридических Консультантов Фарид Алиев назвал суд по делу Кондыка Бешимбаевым эпохальным событием ввиду общественного резонанса и колоссального внимания к процессу Кавказахстана, так и за его пределами. Дело Кондыка Бешимбаева действительно является показателем общего состояния нашего правосудия, уровня профессиональной подготовки участников процесса и наблюдений ими этических стандартов, максимальная публичность, прямые эфиры, баталии в социальных сетях. Уже давно вывели это дело за исключительно юридической плоскости и орбиты уголовного процесса. В поле социальных дискуссий продемонстрировали существующие фундаментальные проблемы в судебной системе, адвокатском сообществе, да и в целом в нашей с вами общественности, заявил он. Говоря о возможности наказания для подсудимого, Алиев напомнил, что Бешимбаеву инкриминируют две статьи Уголовного кодекса – истязание и убийство. Гипотетически, по совокупности двух уголовных правонарушений, с учетом отягающих обстоятельств, может быть назначено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, но только в случае единого удушья – судей и присяжных. Например, частью 2 статьи 99 Уголовного кодекса убийства предусматривается лишение свободы на срок от 15 до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы с фиксацией имущества или без таковой. Часть 2 статья 110 Уголовного кодекса – истязание предусматривает ограничение свободы на срок от 4 до 7 лет, либо лишение свободы на тот же срок, пояснил юрист. Также Алиев ответил на вопрос, будет ли при назначении наказания учитываться прошлая судимость Бешимбаева. Напомним, что в 2017 году экс-министра нациоэкономики кодека Бешимбаева задержали из-за громкого коррупционного скандала. В середине марта 2018 года его признали виновным в получении взятки, присвоении или растрате веренного имущества и приговорили к 10 годам лишения свободы. Однако указом президента, тогда им был Нурсултан Назарбаев, от 13 февраля 2019 года Бешимбаева помиловали. Назначенный ему срок наказания сократили до 4 лет лишения свободы. Он уже отбыл наказание за данное преступление. Кроме того, это преступление было другого характера. Оно не было насильственным. Соответственно, касалось коррупционной составляющей. Бешимбаев по данному уголовному правонарушению уже понес ответственность. Прошел пробационный период, он был помилован, сообщил юрист. Как известно, Бешимбаев является отцом нескольких детей. Фарид Алиев прокомментировал, повлияет ли данный факт на приговор. Суд может учесть как смягчающие обстоятельства, так и отягощающие. Ему сейчас по первой статье убийство вменяется до 15 лет до пожизненного. То есть минимальный порог это 15 лет. Вторая статья «Истязание» будет поглощаться этой статьей. В самом лучшем решении, если его вина будет доказана, ему могут дать 15 лет. Нужно учитывать, что рассмотрение дел судом присяжных у нас достаточно ограниченная практика. Очень редко применяется, поэтому прогнозировать, какое ему могут дать назначение наказания, очень сложно. «Минимальный порог это 15 лет с учетом того, что у него есть вторая статья об истязании. Если по ней его тоже признают виновным, то срок будет больше. Поэтому наличие детей в данном случае никакой серьезной роли играть уже не будет», – резюмировал юрист. Алиев также поделился мнением, сколько присяжных могут проголосовать против пожизненного приговора экс-министру. Мировая практика показывает, что суды присяжных, как правило, более склонны к выяснению оправдательного приговора, нежели чем в составе единоличного судьи. Во-первых, у нас институт присяжных заседателей делает только свои первые шаги. Скажем так, он недостаточно развит, и у нас нет такой богатой обширной практики. Во-вторых, нужно было полное единодушие со стороны судей и присяжных, чтобы ему дали пожизненное. «Если будет меньше, то если хотя бы один или двое сомневаются, по этой статье некоторые присяжные могут посчитать, что он не виноват. Все будет исходить из количества, то есть если проголосуют только 8 человек, то уже пожизненного ему не дадут. Исключительная мера наказания в виде пожизненного лишения свободы может быть назначена только при наличии единогласного лишения судей и присяжных заседателей», – рассказал юрист. Адвокат Хамида Айткалиева, участвовавшая ранее в «Громких делах», рассказала, как будет проходить процедура голосования и выяснения вердикта присяжными заседателями. С учетом результатов судебного следствия, доводов сторон, обвинений и защиты, изложенных в судебном претеннии, председательствующий по делу судья формулирует вопросы, подлежащие разрешению судьей и присяжными заседателями во время совещания в комнате. «Вопросы оглашаются и передаются сторонам. Во время обсуждения формулирования вопросов присяжных в зале судебного заседания не присутствуют. Стороны вправе высказать замечания по сформулированным вопросам и могут предложить новые», – пояснила Айткалиева. С учетом замечаний и предложений сторон суд формулирует окончательный перечень вопросов и вносит их в личный вопросный лист. Суд не вправе вносить вопросы, которые не были обсуждены с участием сторон защиты обвинения. Подписанный судом вопросный лист соглашается в присутствии сторон и присяжных заседателей. По каждому из деяний, вменяемых в ответственность подсудимому, становится три основных допроса. Доказано ли, что деяние имело место? «Что это деяние совершил подсудимый? Виновен ли подсудимый в совершении этого деяния?» «Голосование проводится тайно. Вопросы, требующие правовой квалификации, деяния перед присяжными не ставятся, как и вопросы с использованием юридических терминов, таких как убийство и убийство с особой жестокостью», – отметила она. «При этом вопросы должны быть простыми и понятными для присяжных», – добавила Хамида Айткалиева. «Решение по квалификации деяния применяется судом без участия присяжных. Суд самостоятельно определяет, за какое конкретное преступление подсудимый будет наказан. При этом вопрос о назначении наказания разрешается с участием присяжных заседателей путем открытого голосования. Решение принимается в совещательной комнате судьей и коллегами присяжных заседателей. Для голосования судьи и присяжных заседателей получают по одному чистому бюллетеню на каждый вопрос», – рассказала адвокат.